Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я расскажу и покажу, как прошел первый слет нумизматов в Харькове. На слете я лично познакомился с Максимом Загребой, создателем журнала «Нумизматика и фалеристика» и каталога «Монет Украины». Кстати, обзор вы можете посмотреть на моем канале, ссылочку я оставлю в описании. И взял у него мини-интервью на тему «Монет Украины». Если тема этого видео вам интересна, продолжайте смотреть. А партнер этого видео – аукцион Виолити, здесь можно заработать деньги на продажи ваших монет Украины и антиквариата, определить подлинность лота на форуме, а также выгодно купить монеты и антиквариат. Ссылки на аукцион и канал также в описании к видео. 16 февраля состоялся первый слет нумизмата в Харькове. Анонс я делал на канале и те, кто подали заявку, получили бесплатный пригласительный от моего канала. Место проведения был клуб «Жара», где проходят регулярные встречи коллекционеров по воскресеньям. Кстати, я всех приглашаю. Было два этажа, на которых размещались выставочные стенды участников. В основном участники были из Харькова и таких городов, как Полтава, Сумы, Киев, Черкассы, Днепр, Павлоград, Запорожье, Николаев и другие. В прошлом видео про подделки и копии монет я говорил, что один из способов научиться отличать оригиналы от копий – это нужно внимательно изучить оригинальную монету или хотя бы подержать ее в руках. Так вот, это можно сделать на подобных слетах. Было много всего для нумизматов. Как украинские монеты, так и наборы. Продукция Национального банка Украины, теребряные банкноты-пластины, инвестиционные монеты из серебра, золота и наборы иностранных монет. Встретил редкие царские монеты из серебра. Вообще, каждый мог выбрать себе то, что ему нравится. Было много статуток из фарфора или просто красивых антикварных вещей. Ордена, награды, значки. Ну, в целом, все, что обычно бывает на слетах для коллекционеров. И было несколько стендов, посвященных картинам. Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы их было больше. В целом, по словам организаторов, около 700 человек посетило данный слет и было здесь, в Харькове. Я думаю, это очень хорошее начало. И как я узнал, что некоторые участники, которые просто пришли посмотреть, либо приобрести себе что-то, узнали про слет только из моего видео. Мне это очень приятно, особенно, когда ко мне подходили и говорили, что видели мой ролик. Такие новости меня очень радуют. Я буду сообщать, когда следующие слеты или подобные встречи будут проходить в Харькове. Ну, и про киевский слет я обязательно расскажу и, возможно, даже сделаю какой-то небольшой репортаж. Ну, давайте перейдем к интервью. А вот с чем связан рост на монеты обиходные? Связан с такими фактами, как вы думаете? Рост цены на... Да, рост цены. Буквально этот год был такой прорывным на цены 95-й, обиходные и... Ну, если мы посмотрим монеты 95-го года, луганские, то они... Там латунь не очень хороших марок. И она коррордирует. То есть просто, если эта монета у вас где-то дома лежит, там, в относительно влажной среде, она покрывается коррозией, на ней могут появляться раковины. И она портится. И, соответственно, это не рост цен на весь там 95-й год. А на монету в хорошей сохранности, в анциркулете. Поскольку их становится все меньше и меньше. Они просто, ну, в хорошей сохранности не просто исчезают. А вот наборы, сейчас тоже наборы выросли в цене. Это только за счет сохраны монет? Ну, на мой взгляд, это такая нездоровая ситуация. Она может измениться. То есть, по факту, ну, тираж набора 18-го года 10 тысяч. У нас есть монеты унцовые тиражом 2 тысячи, которые есть на рынке. И тогда она на них не растет. То есть она там дошла до какого-то разумного предела и особо не меняется. По факту, ну, получается, что меньше 2 тысяч человек хотят иметь полную коллекцию Украины, раз эти монеты есть на рынке. То есть, допустим, те, которые тиражом в тысячу, их нет. То есть они иногда проскакивают на аукционах или... Но по факту, задавшись целью найти, можно не найти. А как начать коллекцию нового нумизма? Ну, во-первых, начинать с того, к чему лежит душа. Тут нельзя. Ну, кому-то нравится там иностранная, кому-то украинская монета. Кому что нравится. Тут нельзя исходить сугубо из коммерческого интереса, поскольку, занимаясь тем, что вам не нравится, вы все равно совершите кучу ошибок. Надо заниматься тем, что нравится, ну, то, что интересно. Как вы чувствуете, спрос юбилейный монет растет или уменьшается? Это волнообразно. То есть это всегда колеблется, и это во всем мире так. То есть, ну, скажем, до кризиса 2009 года Было очень много там, скажем так, инвесторов, которые видят, что монеты постоянно дорожают в Украине. Покупали монеты не потому, что они коллекционеры, а просто потому, что считали это уже удачным вложением денег. Ну, а, соответственно, когда начался кризис, и все эти инвесторы принесли свои монеты продать в одномоменте, то цена на них моментально обвалилась. В Харькове в регионах не продают уже монеты в НГУ, переходят в общий от банка. Насколько это позитивная тенденция или, наоборот, негативная? Ну, для коллекционеров негативная, потому что в любом случае коммерческий банк будет закладывать свой коммерческий интерес. С одной стороны. Ну, с другой, это нормально, поскольку, ну, не функция национального банка продавать монеты. Он имитент, он выпускает, а не должен заниматься реализацией. То есть во всем мире это так. Поэтому никуда мы от этого не денемся, так и будет и дальше. А какое ваше отношение к тому, что сейчас выводят бумажные одну, две, пять? Ну, это абсолютно нормально и естественно. То есть, ну, нет в Европе бумажки в одно евро. Потому что изготовить бумажку в пять евро стоит примерно один евро. И себестоимость бумажной гривны, ну, порядка там десяти или двадцати гривен. И какой же смысл выпускать банкноту, номинал которой меньше ее себестоимости? То есть абсолютно нормальный, естественный процесс. Чистая экономическая... Абсолютно. То есть, ну, в Соединенных Штатах только очень богатые страны на данный момент выпускают монеты в один цент. То есть это Германия, Австрия, США. И то у них считается, что там себестоимость в одного цента 0,9999 цента. То есть она уже почти выходит в ноль. Последние, буквально два вопроса. По поводу инвестирования в монеты Украины. Какие монеты самые... Ну, на данный момент, безусловно, там недооцененное это золото. То есть золотые монеты Украины, на данный момент у них маленькие тиражи А, и цена на золото последние, там, лет пять, низкая за тройскую унцию. То есть, соответственно, ну, если у вас есть лишние деньги, да, это такое... В любом случае, либо монета подорожает, либо подорожает золото. Тут прогрошный вариант. Ага. И что бы хотелось пожелать вот молодым нумизматам, которые только начинают и... Интересоваться, читать литературу, и больше общаться. Ну, чаще всего люди попадаются на жадности, когда видят что-то, что, а, это стоит тысячу гривен, предлагают за сто, надо купить. Ну, разберитесь, что у него просят сто, а не тысячу. Может быть, она не очень настоящая, или там, с какими-то скрытыми дефектами. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поддержите, пожалуйста, лайком. И до новых встреч. Всем пока.